Вон красавица моя лежит, девочка. Ай, какая красивая, березка. Береза красавица лежит, жвачку жует. Ой, уже тяжело. Скажи, лежать и стоять тяжело. Доброе утро, мои хорошие. Я очень рада, что вы заглянули на наш канал. Я прошу прощения за этот перерыв, который получился, что не было видео. Но те, кто смотрели прямой эфир, знают, что у меня произошла беда со спиной. Кошки у нас ругаются между собой. Роман меня все ругает. Оксана, не поднимай. После операции у меня прошло 4 месяца всего. А я уже веду такой образ жизни, как будто у меня не было операции вовсе. Он мне говорит, Оксана, не поднимай, не надо, дождись меня. Ну как, если я понимаю, что это, это надо сделать. И Танюшка уже тяжелая, а ее надо и подмыть несколько раз в день. Это то есть, вот сколько раз ее подмываю? Ну, наверное, раз 7-8. А это же надо, это же носить надо. Поэтому все это тяжело. И я не могу сидеть, не могу лежать. У меня очень сильные боли в спине. Сейчас, конечно, не до меня, потому что сейчас занимаемся Надюшкой и готовимся к очень серьезной операции. И я не знаю, насколько у меня сегодня получится поснимать для вас видео. Но Роман сказал, что раз такая ситуация... Я, говорит, я тебе поснимаю. Он смеется, говорит, ну как, говорит, ответственность. Потому что и он, и я, мы понимаем, что люди пишут, люди беспокоятся. Людям все-таки интересно, как, что у нас проходит. И именно поэтому сегодня у нас роман будет записываться в лог. Сейчас раннее утро, еще не проснулся никто. Буду их будить, соберем анализы с Надюшкой и отправлю их уже на Анютку в школу. А Роман поедет решать вопросы с Надюшкой. Вот так вот. Вот такой у нас сегодня будет день. Посмотрим, как он пройдет. Спасибо вам большое за понимание. И спасибо вам большое за ваши лайки. Привет всем. У нас утро, раннее утро. В общем, едем с Надюшенькой. С Надюшенькой сейчас будем сдавать анализы. Надюш, ты боишься, нет? Нет? Молодец. Едем сдавать анализы. И попутно решили завести Анюту в школу. В школу еще рановато, как бы. Анют еще даже автобус не ушел. Что ты будешь, Анют, делать в школе в это время? Сидеть, ждать. Да? Понятно, понятно. Ну все, в общем, мы поехали. Время идет. Я и так в торопях, в торопях. В общем, надо мчаться. Мы поехали. Все, Анют, давай. Удачного дня тебе. Пятерок неси нам побольше. Да. Все. Все, Надюшенька, едем. Все, поехали. Пока спит Танюшка, я хочу показать вам заказ, который получила из Фаберли. И у них там есть очень интересная такая система. Ты покупаешь, у тебя есть скидка консультанта. И плюс ко всему еще есть баллы. И это баллы. Потом эти баллы ты можешь обменивать на подарки. Я с таким счастьем обменялась на подарки. И выбирала я гели для душа. Гели для душа пришли удивительные по аромату. Вот этот вот вишневый конфитюр пахнет на самом деле вишневым конфитюром. Кажется, что ты вкушаешь аромат. Такой аромат, такое лакомство для тела. Анютке он понравился больше всего. Вот этот вишневый конфитюр. Вот такой пришел. Гель для душа. Он нам не понравился. И мне, и Анютке аромат. Мы его не поняли. Не мой аромат. И сейчас покажу то, что я была в восхищении. Вот такой классный мятный шоколад. Когда я его открыла, он мне стрельнул в голову запах детства. У меня что-то такое промелькнуло, промелькнуло. Именно аромат из детства. И я потом не ходила. Я думала, что же так пахло. Что же так пахло. Я ходила, мучилась и не могла вспомнить. Роман Низка Оксана. Была такая жвачка Love Is. Именно она была с шоколада с мятом. Это реально запах из детства. Мне очень понравился. Когда я ловлю аромат этого геля для душа, у меня очень приятные детские воспоминания. Я его буду брать еще. Он мне понравился, этот аромат. А для меня аромат очень много знач. Напишите, много ли для вас значат ароматы. Классное средство для духовок и плит. Потрясающе. Оно мне очень понравилось. Я от души могу посоветовать. Стоит 100 рублей. Единственный его минус, что он жидковатый, на мой взгляд. И к нему надо приобрести дозатор. А вот с этой крышкой большой расход получается. Огромный плюс этой химии. Это то, что у него нет запаха. Это монстр. Он отмывает на ура. Духовку я нагрела до 50 градусов. После этого нанесла это средство. Моет. Класс. Я не знаю. Мне так кто-то писал, что не понравились. Я не знаю, как оно могло не понравиться. Потому что средство классное. Для мытья посуды мне понравилось это средство. Очень оно хорошее. Они предлагают его разбавить. Оно жидковатое. Плюс его в том, что оно замечательно отмывает. И потом посуда имеет такой характерный скрип чистоты. Я люблю, когда посуда скрипит. Моя бабушка всегда кипятила посуду. Я помню вот этот скрип чистоты. Очень люблю, когда так скрипит посуда. После помывки есть. Я, конечно, не могу сказать, что такой же скрип, как когда прокипятишь посуду. Но скрип есть. Посуду вымывает отлично. Меня очень радует то, что это средство. Здесь написано, что 0+. Моет намыть им детскую посуду. Это важно. Важно то, что для девочек, у кого септики, у кого живут бактерии в септиках, то не убивает это средство. То есть, это не химия. Биоразлагаемое средство. Тут у меня еще сухой шампунь. Он, конечно, маленький по объему. Я его уже пробовала. Я думаю, что этого флакона хватит раза на три. Не больше. Поэтому смотрите. Средство небюджетное. Для тех, у кого кофемашины. Я думаю, что они меня поймут. Что найти средство, которое было бы отлично для помывки кофемашин, чайников очень мало. И я, наконец-то, нашла Фаберлик это средство. Я его еще не пробовала. Только оно пришло. Тут жидкие ампулы вот такие. Попробую вам потом расскажу. Если у кого-то кофемашина, то расскажу, как она у меня. Пишите в комментариях, если вам интересно. На подарки заказала вот такой вот набор. Здесь три предмета. Дневной крем, крем для век и ночной крем. Вот такой. И для Романа подарок такой на 14 февраля. То есть, на день влюбленных. Вот такой вот наборчик. И сегодня я ему подарю его. Вот такой вот у меня заказ. А нет, сейчас еще покажу. Здесь рядышком у меня девчонки. Я так давно хотела себе. Хотела вот такую форму для печенья. И чаще всего такие формы для печенья, они занимают много места. Либо они маленькие, потом теряются. Ты не знаешь, куда их складывать. А это класс. Мне очень понравилось такое средство, что оно таким кубиком-рубиком. Все в одном месте. Буду делать детишкам печенье. Так как у нас уже скоро будет своя молочка, будет свое масло. Соответственно, буду делать какие-то свои домашние вкусняшки. И в тему про фаберлик хотела бы вам рассказать вот о какой акции. А сейчас, мне кажется, неслыханная акция, которую ни разу еще такой никто не слышал. Те, кто занимаются фаберлик, с кем я разговаривала, они говорят, Оксана, это действительно в первый раз. Такая офигенная акция. Всем новым подключившимся покупателям, те, кто подключается в этом периоде, если человек делает заказ на 2000 рублей до 24 февраля, то, представляете, он в благодарность от компании получает 1000 рублей. К сожалению, такая акция действует только для новых покупателей, только тех, кто зарегистрируется сейчас и сделает уже свой первый заказ. Если вы подключаетесь, получаете 1000 в подарок, подключение, ссылочка внизу, подключаетесь в мою команду. Но это еще не все. Представляете, если вы делаете в четвертом каталоге еще покупку на 2000, то тогда вам компания хочет подарить аромат от Валентина Юдашкина. Посмотрите, цена этого аромата, они не дешевые, и там идет 3 аромата на выбор, которые вы захотите. Вот такое прекрасное предложение. Я думаю, что оно стоит для того, чтобы им воспользоваться. Я уже всех своих девочек отзвонилась, и у меня многие сказали, ничего себе, ты реально говоришь? Я говорю, да. То есть можно будет 1000 получить в подарок, а на эту 1000 уже что-то приобрести, какие-то подарки на 8 марта. Сами знаете, что это такой затратный период. 8 марта, тут 23 февраля. И я думаю, что на 2000 спокойно вы там найдете замечательные подарочки. Потому что там есть классные подарки для... Сейчас набор для рук за 299 рублей. За 300 рублей это цена каталога. Соответственно, если вы подключаете, то вы будете иметь скидочку консультанта. Вот так вот. Сдали мы кровь из вены. Надюшка вообще молодец там. Все были удивлены, даже не заплакала. Столько пробирок, столько крови взяли с нее. Вот. Надюшка молодец у нас, да, Надюш? Сейчас приехали в детскую поликлинику. Да. И побежим сейчас. У нас будет кардиограмм, сердце будем делать. Так что побежали. Ну, 18-го у нас ложат. Там какие-то это основные. Говорит, это... Аккуратнее, аккуратнее, Надюш. Ты зайчик, что ли? Да. Пошли мы от этого, да? В общем, все. На сегодня все сделали необходимое с Надюшей. Сейчас поедем на заправку. Сначала заедем и поедем домой. Брались у него у Надюши кровь из вены. Это вообще ужас. Столько этих, да, Надюш? Столько много пробирок ей там написали. Ужас просто там, я не знаю, там на все подряд, блин. Проверку делали это. Надюша даже не заплакала, да, Надюша? Вообще молодец такая. Ее там все хвалили. Потом говорили, у, какая молодец, девочка. Даже не заплакала. Так что, Надюшенька, у нас вообще умница. Все, Надюшенька, все, едем домой? Сейчас на заправочку заедем еще, ладно? Ну, все. Ладно, мы поехали домой. Решила сварить сегодня спагетти. Очень удобно. У меня такая кастрюля, которая сразу ты варишь, и она для пасты. Вот так вот убираешь, и здесь уже сварены спагетти. Удобно. Мне также вот удобно эта кастрюля тем, что у меня оказалось две пачки спагетти, и они разные. Вот эта потолще варится 8 минут, а здесь потолще варится 3 минуты. Я сейчас их вот так вот откину, сразу уберу, а вот в этой воде еще раз сварю уже другие макароны. Я достала вот таким образом, откинула макароны, и в этой же воде, которая уже закипела, мне не надо ждать, сейчас сварю вторую партию макарон, потому что одной пачки нам на семью будет мало. Вот здесь сейчас спагетти, которые уже сварила, добавляем мы сливочное масло. Так интересно, да, Лид? Оф-оф, какие казаки. Всех поздравляю с праздником, с зимней влюбленных. Сейчас ехал по дороге, решил заехать в ближайший магазин цветочный по дороге, по пути, так скажем, домой. Хочу маленько обрадовать Оксаночку, купить ей цветочков. Сейчас пойду выбирать, думаю, взять тебе розы. Куплю сейчас цветочков, пойду, обрадую свою любимку. Выбор, выбор огромный. Выбор огромный, запах, запах классный. Сейчас будем выбирать. Ух, ветер какой. На улице такой ветер, вообще сильный. Чего-то, туда шел по ветру нормально, а обратно шел бы, пытался заснять. Чего-то как-то плохо, наверное, получилось, я так думаю. Выбрал я красных роз, три штучки. Скромно, конечно. Но я думаю, должно быть приятно. Мои дорогушки, взял запечатанное запакованное. В общем, думаю, увидите. Все, ладно, надо ехать, уже время. Что-то кушать хочется очень сильно. Все, я еду домой. Вот такую красоту мне подарил Роман с Днем Святого Валентина. Очень приятно, очень красивые розы. Я была на седьмом небе от счастья. Ребят, не буду себя показывать, я не в лучшей форме. На этом буду с вами прощаться. Спасибо большое, что досмотрели сегодняшний влог, который сняли мои близкие, мои родные люди. Надеюсь, вам понравился такой влог. И на этом пока-пока. Продолжение следует...